Слава! Слава тебе, мой Бог! Поистине правит Он. Он велик! Он достоин славы и хвалы. И церковь, мы живем с вами в последнее время. Церковь, мы увидим славу Божию, которую Бог обещал в Иезекииле излить в последнее время. Это время, оно настало. Оно вот-вот мы увидим исполнение и осуществление этого пророчества, которое Господь сказал в Иезекииле. И залью на всякую плоть, будут пророчествовать, будут говорить, будут чудеса, будут знамения, будет то, что Бог обещал в Своем Слове. У Бога не остается неисполненным ни одно слово. Все, что Бог обещал в Своем Слове, оно обязательно исполнится, потому что Он верен. И мы стоим в вере, потому что мы ожидаем веры. Мы живем не тем, что видим глазами, мы живем невидением, мы живем верою. И мы верой ожидаем исполнения этого пророчества, исполнения этого обетования, которое Бог обещал, которое Бог сказал в Своем Слове. Он сказал в Иеремии, я бодрствую над Словом Своим. Бодрствую, значит, я наблюдаю, я слежу за Ним, чтобы Слово Мое, которое вышло из уст моих, оно исполнилось. Всякое Слово, которое Бог сказал в Своем Слове, и это к тебе сегодня, оно исполнится. То, что Бог обещал в твою жизнь, оно исполнится. И послание к евреям, говорится такие слова, что терпение нужно вам. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью. Итак, не оставляйте упования вашего, которому будет великое воздаяние. Скажи соседу, будет воздаяние. Я хочу сказать, будет воздаяние твоему терпению. И если в Галатам написано, если не ослабеем, то пожнем свое время. Будет воздаяние, Бог обещает в Своем Слове, что будет воздаяние. Не оставляйте упования, которому предстоит или будет великое воздаяние. То есть великая награда. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью получить обещанное. Посмотрите, что он говорит, исполнивши волю Божью. Есть что-то, что нам надо исполнять. Есть что-то, в чем мы должны не ослабевать. Есть что-то, в чем мы должны подвязаться. И послание к кримлянам говорит, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Это то, что должны исполнить мы, каждый из нас. В усердии не ослабевать, духом пламенеть. Господу служите. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью. И Бог определил, Бог определил каждому из нас что-то исполнять. Он предназначил каждому из нас те дела, которые мы должны исполнить. И посмотрите, и есть время, когда обетование Божье исполняется. И мы можем не видеть исполнение этого обетования, но Он сказал в Своем Слове, что оно исполнится. И тебе Он говорит, чтобы ты был верен и продолжал движение, и продолжал делать то, что ты начал делать, потому что то, что Бог пообещал, Он непременно это исполнит. Он не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Не будет такого. Бог верен. Ибо еще немного, очень, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Он говорит, праведный, своею верою жив будет. А если поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющимся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Еще немного, очень немного. Скажи своему соседу еще немного. Еще немного. Послушай, еще немного, но тебе нужно терпение. Еще немного, но тебе нужно пройти этот путь. Этот путь определил тебе Бог. Это Он ведет тебя этим путем. И не думай, что Он не любит тебя, потому что Он возлюбил любовью вечную тебя. Он любит тебя, и потому Он ведет тебя этим путем. И поэтому просто дойти до обетования, до исполнения обетования тебе нужно терпение. Скажи еще раз, терпение. Терпение нужно мне. Скажи сам себе, терпение нужно мне. Чтобы я был верен в том, что Господь поставил меня. Чтобы я исполнил волю Божью и получил обещанное. Аллилуйя, мы получим обещанное. Ибо еще немного, и очень немного грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. Он будет жить не тем, что видит глазами. Он будет жить не тем, что он чувствует. Он будет жить тем, что написано в Слове Божьем. Праведный живет тем, что написано. Он живет тем словом, которое сказал ему Бог. Потому что обстоятельства могут говорить другое. Твое мышление может говорить другое. Твои чувства могут говорить другое. Ты можешь видеть противоположное тому обетованию, которое Бог тебе сказал. Но я хочу тебе сказать, что праведный живет верой в то Слово, которое Бог сказал ему. Крепко держись за обетование Божье. Стой твердо в его обетовании. Потому что Слово Божье, я повторюсь еще раз говорить, что Бог верен. И то обещание, которое Он обещал, Он исполнит. А если поколеблется, не благоволит тому душа моя. И слово поколеблется означает, если кто разуверится. То есть перестанет верить. Вот поколебался это не значит, знаете, поколебался, это слово поколебался не означает, что ты споткнулся. Знаете, бывают такие моменты, когда человек, ну он не знает, верит он ли он уже или нет. Бывают такие, знаете, трудности, испытания такие в жизни, что ты думаешь, что ты уже начинаешь сомневаться в этом. Ну приходят такие моменты. Я не знаю, вот посещают, наверное, может быть вас нет, вы так молча сидите. Ладно, я знаю, что посещают. Я знаю, что приходят такие моменты, когда приходят, когда ты чувствуешь, что ну все, ты теряешь веру. Но вы знаете, Бог, Он начальник, начальник, то есть Он в начале, и Он завершитель нашей веры. Если ты споткнулся и упал, Он тебя поднимет. Но вот это слово евреям в 10 главе, которое написано, что если поколеблется, оно говорит о том, что если кто разуверится, если кто скажет, все, я больше в это не верю, я не верю в Иисуса, я не верю в эти обетования, я не верю в это все, он отрекается от этого. То есть здесь идет, знаете, как он встал на путь веры, он шел путем веры, потом он поколебался, что значит поколебался, он разуверился, он развернулся и пошел в обратном направлении, он ушел. И вы знаете, ученики так в Емаус ушли, Иисус встретил их на пути и вернул их обратно. Для чего? Потому что Он сказал, что праведный верой уже будет, ждите обещанного от Отца. Они засомневались, наверное, заколебались, Иисус умер, распили, нету Иисуса, развернулись, ушли в Емаус, Он вернул их обратно и поставил их в Иерусалиме и сказал им, ждите обещанного от Отца. Ну этого же так долго нет, жди обещанного от Отца. Папа сказал, Он сделает, потому что Он верен, Он верен своему Слову. Вы помните, как Петр, который шел по воде, он шел, 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 шел к Иисусу, и потом что, поколебался и что, стал тонуть? Иисус что, поднял его и сказал, зачем ты усомнился? Зачем ты поколебался в Моем Слове? Зачем ты допустил в свой разум сомнения? Не пускай его туда, не позволяй, чтобы это сомнение овладело твоим разумом. Стой в Моем Слове, потому что Моё Слово – это да и аминь. И Павел заканчивает эту главу такими словами. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Мы не исколеблющихся. Аминь. Скажи брату, я не исколеблющихся. Я буду твердо стоять в обетовании Божьем ко спасению своей души. И пусть, как говорил один брат, вода, огонь и медные трубы, я буду все равно стоять в обетовании Божьем. Потому что мой Бог, Он верен, обещавший, который что? Сотворит сие. Аминь. Аминь. Мы не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я практически отпроповедовал свое. Все. Слава Господу! Скажите слава Богу! Слава Богу! Я вам хочу сказать одну такую вещь. Я вчера готовился... Ну, можно сказать, основная часть прошла. Готовился к проповеди. Ну, приехала семья моя. Ну, знаете, когда ты один, ты можешь спокойно себе готовиться, читаешь, размышляешь, молишься. Но когда у тебя приехала семья, ты уделяешь время семье. Правильно? То есть, то один зашел, одному надо, второму надо. Ну, в общем, такое вот. И я чувствую, я начинаю сердиться, потому что они бегают туда-сюда и как бы, ну, мешают. Тут я проповедь готовлю. Они, в общем, тут такое устраивают. То им, то, то, одному надо то, второму то, то, тот придет. То уйдешь в одну комнату, а не туда, уйдешь в другую, а не туда. Ну, в общем, вот так вот все происходит. И я начал немножко, я уже стал сердиться на это. А потом, Бог, вы знаете, пришел ко мне, и я понял одну такую вещь. Что важнее, тот дар, который Он тебе дал, или та любовь, которую Он излил в твое сердце? И вы знаете, я понял такую вещь, что Он желает видеть в нас Христа. Он желает, чтобы в нашем сердце отобразился Христос. Он желает, чтобы характер наш был, характер Христов. И любовь, она намного больше. Любовь намного больше, нежели то, что ты можешь дать. Потому что то, что ты можешь дать, это Он тебе дал. Это не твое. Твои дарования, твое служение, это не твое. Это то, что Бог тебе дал. Это Его. Ты этим Его не удивишь, потому что это Он тебе дал. Понимаете? Но то, что Он хочет увидеть в нас, это Он хочет, чтобы наш характер, наше сердце, оно преображалось в облик Христа. И вы знаете, я стал размышлять на эту тему. И вот такой момент меня привлек. В Исаии 53 глава, вы знаете это место, но мы его прочтем. Там написано, что в Исаии 53 глава говорится такие слова. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня, то есть величие Господне? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и отвержен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отворачивали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен, то есть Он был покрыт язвами за грехи наши. Мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего или наказание, которое принесло нам мир. Было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Раны Его, это была цена, которая была уплачена за Твое исцеление. И я немножко остановлюсь, скажу тебе, что то, чем ты болен сегодня, за это была заплачена цена. И Иисус понес эти страдания. Он взял это на Себя. Он уплатил цену за Твое исцеление. Подумай над этим. Все мы блуждали, как овцы. Скажи, все. Да, можешь повернуться к соседу и скажи, сосед, все мы блуждали. Да, потому что, вы знаете, иногда кто-то думает, что, ну, кто-то блуждал. Там не то, что блуждал, под забором валялся. Я тут, я так не блуждал, как он блуждал. У меня жизнь, ну, так, ничего себе была, нормальненько. Не пил, не курил, спортом занимался. Ну, да, бывало там всякое. Ну, в принципе, так ничего, было все хорошо. И вы знаете, вот такие вот, есть такие моменты, когда Иисус в этом отношении, он показал, рассказывал притчу в Луки 18 глава. Там там говорится о двух, которые вошли в храм помолиться, да? Мы знаем, это был фарисей, и это был мытарь. И фарисей, вы знаете, вот интересно, я здесь заложу, я вернусь к этому месту. Фарисей, он стал в сердце своем, он стал говорить такие слова. Это Луки 18 глава. Фарисей сказал же к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. То есть, посмотрите, знаете, вот есть такая уверенность о себе. Вот я праведен. И вы знаете, вот что интересно, их праведность, она основывалась не на жертве Христа. Праведность этих людей основана не на том, что совершил Иисус Христос. Эта праведность, о которой здесь говорится, уверен о себе, что он праведен, была основана на делах. Она была основана на праведности человеческой. Потому что он начинает перечислять, я того не делаю, я того не делаю, я не это. Так, сегодня я не поругался, сегодня я не сделал, сегодня вот так вот у меня вообще все прошло. Но, может быть, я даже просидел сегодня целый день дома, на улицу не выходил, никуда не смотрел, Библию читал. Сегодня я могу прийти в церковь и славить Бога, потому что сегодня я праведен. И вот эта Библия описывает, что это праведность о себе. То есть, он думал о себе, что он праведность. И мы знаем, что такую праведность Бог не принимает, и это называется самоправедность. Но, что интересно, что я могу сказать, что если ваша праведность, если ваша праведность, она до первого греха, то это самоправедность. Если вы праведны до первого греха, то есть до того, как вы согрешили, значит, это самоправедность. Потому что наша праведность написана Ефесянам, не от дел, чтобы никто не хвалился. Аминь. И праведность, в которую одел наш Бог, не от дел, не от вас, чтобы никто не хвалился, а что? Божий дар. Иисус дал тебе подарок, Он одел тебя в праведные одежды, поэтому не хвались. Но смотрите, этот человек, он хвалился, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. То есть смотрите, они не то, что уничижали, они ставили очень низко этих людей. То есть человек, который, знаете, вот он облечен в самоправедность, он будет ходить так по церкви, важно, с поднятой головой, расправленными плечами. Не потому, что он имеет веру, что он праведен во Христе Иисусе, а потому, что у него есть самоправедность. И отличительная черта была в том, что уничижали других. Ну как ты мог так поступить, брат? Ну как ты так? Ну что ж ты так сделал-то? Нехорошо. Знаете, вот самоправедность, она уничижает других людей. И, ну посмотрите, ну о себе что он говорит? И фарисей стал молиться в себе сам. Боже, спасибо тебе, я не такой, я хороший. Ну вот он плохой, а я, ну просто иконы пиши. Ну, я хороший, я пощусь два раза в неделю. Кстати, они постились по понедельникам и четвергам, я не знаю почему, но вот у них пост у евреев в понедельник и четверг. Пощусь два раза в неделю. Хвостун. Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или он мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину из всего, что приобретаю. Ну, на самом деле, евреи, они не должны были платить десятину из того, что они приобретают. Они давали десятину из того, что они продали. То есть ты продал, ты получил за это деньги, с этого ты даешь десятую часть. Но если ты пришел на базар, и там Иисус их упрекал, Он им говорил, что вы даете десятину с мяты, тмина и аниса. То есть это травы, простые травы. И вот они даже настолько были дотошны, скурпелезны, что они давали десятину с этих трав. И Он им тогда сказал, что вы поглощаете верблюда, а комара отсаживаете. И вот этот человек, он хвалился так, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали. И вы знаете, интересно посмотреть на второго человека. Он не смел приблизиться. Знаете, вот если этот шел вперед, этот вдали стоит. Значит, этот вдали, значит, этот был вблизи. Значит, он говорил, я могу сесть вперед. Вот, он почитал себя достойным сесть впереди. Он почитал себя достойным. Я достоин того, чтобы пойти и сидеть. У меня есть полное право на это. Он хвалился собой. Я хочу, чтобы вы уловили здесь именно нить его гордости, его хвастовства и его уничижения, его надменности над другими людьми. Потому что вот это слово, он уничижал других, уверенные о себе уничижали другие. Это как оскорбление, это низко ставить, это презирать других. И вот его отзыв о других людях был именно такой. Ни во что ставить других, презирать других. И мытарь, мытарь стоит вдали. Он не может подойти ближе. Он не может, ему стыдно. Он понимает, что он делает неправильно. Он делает это, но он знает, что это неправильно. И он не может бросить эту работу, потому что, возможно, это единственное, чем он мог зарабатывать в Риме. Потому что оккупация, Рим, они находятся под гнетом. А здесь возможность такая зарабатывать нечестным путем. Ну вот так вот, вот только так вот можно заработать. Брать взятки, да, там, или откаты брать. Вот он зарабатывал именно таким путем. И написано, вы знаете, что если бы ему было все равно этому человеку, он не стоял бы вдали. Если бы этот человек был надменный, такой, знаете, да мне все равно, он бы сел впереди вместе со своими грехами, со всеми этими деньгами, которые он намытарил. И все, и он бы здесь наслаждался впереди, правда? Но он стоит вдали. Значит, совесть его мучает, обличает его. Ему стыдно подойти поближе. И он не смел даже поднять глаза в небо, но, беясья в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что этот пошел оправданный. Кем он пошел оправданный? Богом. Если фарисей оправдывал сам себя, то мытарь пошел оправданный Богом. И Писание говорит, блажен, кого Бог называет праведным. Блажен человек, кому Бог вменяет праведность независимо от дел. Это писал Давид в Псалме, и это написано в послании к кремлянам. Блажен человек, которого Бог называет праведным. И вот этот человек, этот человек, мытарь, пошел оправданный Богом в свой дом более, нежели тот. Потому что тот, он сам себя оправдывал. И вы знаете, послание в Галатам, она говорит такие слова. Послание Галатам, пятая глава. Здесь написано интересно. «Вы, сами себя оправдывающие, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью. И посмотрите, те, кто сами себя оправдывали, вот этот фарисей, который здесь у нас в истории, в примере, он сам себя оправдывал. О нем говорится, что он остался без Христа. И я вам хочу сказать, насколько же страшно остаться без Христа, Христа оправдывающего. И как можно остаться без Христа? Да тогда, когда ты начинаешь сам себя оправдывать, тогда ты остался без Христа, который оправдывает тебя. Потому что в Римлянам написано, что «А мы веруем в Того, Кто оправдывает нечестивого». Правда? Есть вера во Христа, и эта вера, она вменяется нам в праведность. И об этом Павел говорит, что «Хотя я за собой ничего не наблюдаю, я тем не сужу себя». Он наблюдал за собой. Апостол Павел говорит такие слова, что «Я наблюдаю, я не вижу за собой греха, но я не оправдываюсь этим, потому что что? Судья мне Господь. Он судит меня, Он смотрит в мое сердце, Он наблюдает за моим сердцем, и я пред Ним хожу, и поэтому, говорит, вы не судите меня, потому что я сам не сужу себя, потому что мой судья – это Иисус Христос». И он стоял, и смотрите, он говорит, «А мы ожидаем и надеемся праведности от веры, то есть праведность, которая приходит от веры в Иисуса Христа, праведность, которую дает нам Бог». И вот смотрите дальше. Сказываю вам, что «этот пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя». То есть гордец, надменный, хвалящийся, сам возвышающий сам себя. То есть в тот момент, знаете, Библия говорит так, что гордость – это начало падения. И вот как только ты возвысил сам себя в своем сердце, ну, неважно, ну, давайте я себя в пример, чтобы никого в пример не ставить, себя в пример поставлю. Поставили, вот пастырь оставил, да, пастырь уехал, мы знаем, что пастырь уехал, оставил, поставил служителям, и, знаете, вот, и можно сесть, и можно ходить с высоко поднятой головой, да, вот. Ну, 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 пример, ну, этого нет, ну, пример, ну, ну… Я вас люблю. Пастырь все видит? Передайте ему привет. Нет, ну, ладно, может, неудачный пример. Ну в общем, суть в чем Я хотел сказать, что когда человек Сам себя, хоть ты чуть-чуть Сам себя поднял В своих собственных глазах У тебя что-то лучше других стало получаться Там ты в служении пребываешь Еще что-то И ты сам себя поднял И я могу тебе сразу сказать, что ты на начале пути Ну только не вверх А падение вниз Потому что придет гордость Придет что? И посравление Гордым Бог противится А смиренным дает благодать Возвышающий сам себя унижен будет А тот, кто унижает себя То есть ставит себя низко Он будет возвышен И давайте вернемся обратно в Исаии Там, где я вышел оттуда И вот смотрите Все мы блуждали, как овцы Все мы блуждали, как овцы Каждый совратился На свою дорогу И вы знаете, в чем произошло Это совращение Когда Я уже как-то делился с этим Когда Адам согрешил Вернее, перед тем, как Адам согрешил Перед Богом Дьявол предложил ему Дерево познания добра и зла И он сказал ему Что съешь этого дерева Ты не умрешь Ты останешься жив Но просто ты станешь как Бог Ты будешь думать как Бог Ты будешь понимать как Бог Для тебя это дерево Оно станет источником мудрости Ты будешь понимать добро и зло По сути дела Он говорил Тебе Бог будет не нужен Ты сам станешь как Бог Разумеющий добро и зло И мы знаем В книге Бытия Об этом так и говорится Что вот Адам Стал как один из нас Разумеющий добро и зло И по сути дела Так и получилось Что все мы блуждали как овцы И каждый совратился на свою дорогу То есть от Адама Когда он уклонился Он пошел своей дорогой Когда он был в саду И пребывал в общении с Богом Он зависел от Бога Он имел с ним общение Бог давал ему советы Бог говорил с ним Я не знаю Может Бог ему подсказывал Как там за деревьями ухаживать Там за садом Я не знаю У них были близкие отношения Но здесь Когда Адам Вкушает из этого дерева Познание добра и зла Он становится как Бог Он становится самостоятельным человеком Бог ему не нужен Он может делать все И посмотрите Именно вот дерево Познание добра и зла Ведь не только привлекло Что оно красиво Да, Еву Ведь написано Что невожделенно Потому что красивый плод Невожделенно Потому что оно насытит меня И даст мне пищу Желание похоть ячей Похоть плоти Да Но вожделенно Почему? Дает знание То есть Вожделенно Потому что Это источник мудрости И она поняла Я стану мудрым человеком Я смогу Вау Так это же классно будет И она съела Она получила то Что ей обещал дьявол Да Она стала понимать Добро и зло Но она осталась И вместе с ней Адам Они остались без Бога Они остались без Христа И я вам хочу сказать Что вот так вот этот мир Который по-прежнему блуждает И по-прежнему Он говорит Зачем нам Бог? Нам Бог не нужен Мне хорошо без Бога? Я сам знаю Что мне делать Зачем мне твой Бог? Зачем мне ходить в церковь? О каком-то спасении там И знаете И люди пренебрегают этим И они не хотят возвратиться Они не хотят прийти к Богу Потому что их сердца ослеплены Потому что Бог этого века Ослепил их сердца И Бог этого века Мы знаем, что это дьявол Дьявол, который гордец Дьявол, который хотел сам Сесть в сонми богов И быть как боги У него не получилось туда Он туда отправил Еву Потому что он захотел Сесть в сонми богов Он держался за равенство с Богом И хотел восседать Чтобы ему пели хвалу Чтобы ему воздавали славу Я хочу быть как бог У него это не вышло Ему дали с неба пинка И он решил Если я не могу ничего сделать Богу Значит я что-то сделаю Человеку, которого создал Бог Пусть он станет как боги Он-то понимал Что его ждет та же самая участь Что и дьявола Потому что Бог написано Изгнал их потом от лица Он изгнал их из сада И они уже начинали Они уже трудились над землей В поте лица Пришло проклятие Мы знаем, что с грехом Пришел страх Пришел стыд Пришло отвержение Неприятие друг друга В первой же семье Каин восстает на Авеля Брата убийства Ну просто, знаете Как только верующие Иногда они с Богом А потом они отступают от Бога Такой кошмар происходит В семье Просто думаешь Боже мой Это правда Это правда Потому что когда человек Ты был с Богом Но ты отступаешь от него Ты понимаешь, что ты потерял А Адам, он понимал Он понимал, что он потерял То, что он имел Он имел с Богом общение Он его утратил Он в саду ничего практически Ну как не делал Он возделывал сад Но представьте себе Трудиться над землей Или быть садовником Причем садовником В саду, который Орошается с неба Ну то есть Благоприятная обстановка Самый замечательный был сад И Адам был садовником А тут ему пришлось пахать Жена постоянной ссоры Постоянной недогоразды Постоянная все Неприятности Откуда Каин Почему Каин восстал на Авеля Откуда он знал, что можно убить Наверное, в семье начались такие вещи Дети, они же видят Как поступают родители Правильно? Иисус даже говорит Я вижу Отца Творящего И как делает мой Отец Так и Я творю И если это в духовном Если это Если Иисус Он видел Отца Творящего И поступал так И мы точно так же Мы видим Его Творящего И мы учимся от Него так поступать Но и здесь пример Что наши дети Они видят нас Творящими И они соответственно поступают Так, как мы творим Поэтому можно перестать Кричать на детей Бить их Потому что они всего лишь навсего Поступают так, как поступаешь ты Аминь Ладно, поехали дальше Все мы блуждали, как овцы Совратились каждый На свою дорогу И Господь возложил на Него Грехи всех нас Он истязуем был Но страдал добровольно Не открывал уст своих Как овца Веден был он на заклане И как агнец Предстригущим его Безгласен Так он Не отверзал Уст своих И я не буду перечитывать все Вернусь немножко к началу И посмотрите Мы видели его И не было в нем вида И величия Не было ничего Что привлекло бы к Иисусу Не было ничего Физически Внешнего Написано в Писании Что не было ничего Что привлекло бы к нему Но с ним ходили толпы С ним ходило множество людей Множество людей И что же привлекало их К Иисусу Христу И вы знаете Если посмотреть на то Как Иисус обращался с людьми Мы видим Что привлекала их Любовь Каждого человека Привлекала к Иисусу Христу Любовь И я вам могу сказать Что любовь Это Возможно Основная потребность человека Основная потребность человека Любить И быть любимым Он всегда будет искать этого Всегда в его сердце Будет находиться Человек всегда будет желать Быть принятым кем-то Быть понятым кем-то И он всегда Когда он принимает эту любовь Он всегда У него в сердце Заложена потребность Отдавать эту любовь Кому-то И мы знаем Что Адам Он когда пребывал В общении с Богом Он черпал от него Эту любовь Он пребывал в любви с Богом Но что он делал Ему некому было Эту любовь отдать Поэтому Бог говорит Нехорошо ему быть одному Сотворим ему помощницу И что стал делать Адам Он стал любить Еву Он стал ту любовь Которую он принимал от Бога Он стал изливать на нее И вот почему Писание Говорит такие слова В послании Послании Иоанна Написаны такие слова Мы уверовали Не, не уверовали Мы познали любовь Которую имеет к нам Бог И уверовали в нее И вот этот самый первый момент Мы познали любовь Которую имеет к нам Бог Ты никогда не сможешь любить Других людей До тех пор Пока ты не осознал Все глубины И полноты Той любви Которую Бог имеет По отношению к тебе И Он возлюбил Каждого из нас Он возлюбил тебя Он возлюбил меня И именно любовь Привлекала людей К Иисусу Христу Когда Он жил на земле Он восполнял их нужды Он То, что делал Иисус Он восполнял их нужды Он их кормил Правда? Это восполнение их нужды Он их исцелял Люди приходили к Нему Они в чем-то нуждались И Он восполнял их нужды Но им Самое главное Им было хорошо с Ним Почему? Потому что написано Что закон пришел через Моисея А благодать и истина Они пришли через Иисуса Христа Благодать Написано, что слово стало плотью Полное благодати и истины Оно было настолько полное Что там кроме благодати и истины Уже ничего не могло поместиться Полнота благодати и истина Полнота любви Божьей Она соединилась в Иисусе Христе И именно это стало привлекать людей К Иисусу Христу Почему? Потому что Он дарил любовь Мы знаем блудницу, да? Которую привели Которую хотели побить камнями Он вообще ей сказал Что милость такую явил Сказал, что Я не осуждаю тебя Он не смотрит Знаете, это не то Это не говорит о том Что Бог закрывает глаза на грех Он любит грешника Он любит каждого в этом зале Он любит тебя И я могу сказать с уверенностью Что именно ради тебя Иисус пошел на крест Но Он никогда не будет Закрывать глаза на грех Который ты делаешь И если ты живешь со Христом И веришь в Его любовь И оправдываешься верой В Иисуса Христа Но продолжаешь жить во грехе Я могу тебе сказать Ты не уразумел цены Которая была уплачена за тебя Иисусом Христом И Бог долго терпелив Он много милостив Он долгие годы ожидал Обращения народа израильского Долгие годы Но потом мы знаем Что приходило наказание И Писание говорит о том Что Бог и строго взыскивающий Если кто не обращается То есть если человек Помните В Откровении написано Об Иезавеле В одной из посланий церквей Которая блудодействовала И учила других блудодействовать Написаны такие слова Я дал ей время покаяться И я могу тебе сказать Что ты живешь с Иисусом Христом Ты оправдываешься верой В Иисуса Христа Это хорошо Веришь, что кровь Иисуса Христа Омыл от всякого греха Это хорошо Но я могу тебе сказать Что если ты живешь во грехе То прислушайся к тому Что Бог говорит тебе Потому что Он дал тебе Время покаяться И дальше Он говорит Но она не покаялась То есть она не воспользовалась Этим временем Она не воспользовалась Этой возможностью Которая была ей дана И Он говорит За это я повергаю ее На одро болезни А детей поражу смертью То есть посмотрите Человек Не воспользовался Возможностью Бог долго терпел Бог стучал Говорил Через братьев Через сестер Через слово Где-то Сердце черствело Сердце становилось Неслышащим А Бог говорил Покайся 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 Перестань Не делай этого Не делай этого Знаете мы детям своим Так часто говорим Не делай этого Потому что это вредно Не делай потому что Это убьет тебя Не делай Не делай Знаете до тех пор Пока не придет момент И я не знаю Как сравнение В резетку В сову Тебя шандарахнуло Ты говоришь Я же тебе говорил Не делай этого И вы знаете Вот есть момент Наказания И вы знаете И благо Господа Господне Наказание Давид говорит Что это благо Почему? Потому что Через это наказание Ты отрезвляешься Потому что Если бы этого не было Ты бы все время Так ходил Аллилуйя Все будет хорошо Я точно знаю Но ты не понимаешь Что и ты Живя с Богом Ходя в церковь И живешь во грехе Ты просто Ты играешь с огнем Мало того Что ты в этой жизни Будешь наказан За эти вещи И придет этот момент Но есть Очень самый страшный момент Когда человек Все равно Остается в упорстве И написано В упорстве Погибает Как корей То есть Некий бунтарь Некий человек Который говорит Я не приму Я не покаюсь Я не сделаю этого Вот у меня есть Свое мнение Вот я такой И вы знаете Написано В упорстве Погибают Как корей И мы знаем Также в послании Что в обетованную землю Не вошли Непокорные И в Исаии написано Также место писания Оно говорит о том Что Непокорные Остаются В знойной пустыне Мало того Что они при этой жизни Остаются В знойной пустыне Так они еще и телами Остаются там Не входят В обетованную землю И поэтому Я тебе хочу Сегодня сказать Мы должны Знать И благость И строгость Велика любовь Божия Безмерно Велика любовь Божия Даже его строгость Это составная часть Любви Даже в строгости Бог являет Свою любовь Потому что Строгость Она не может быть Без любви И она выходит Из любви Когда ты любишь Человека Ты ограничиваешь его Ты понимаешь Что это опасно Или что это приведет К каким-то последствиям Ты любишь И поэтому Ты являешь ему Свою строгость И точно так же И Бог Он являет строгость И к нам Им написано Что наказание Господне Не отвергай Правда Потому что Кого любит Того наказывает То есть Он строгий К тому Кому он любит Ты не можешь Быть строгим К тому Кого ты не любишь Если ты строгий К тому Кого ты не любишь Это не строгость Это жесткость Это разные вещи А дальше идет Жестокость Это еще глубже И поэтому Любовь Она является Ограничителем Строгости Потому что Если бы не было Любви Это строгость Знаете Чрезмерная строгость Безусловно Безобширной любви Она Разрушает Это отношения Если к детям Являет только Строгость Но не являет Любви То это приведет К тому Что отношения Между Родителями И детьми Они разорвутся Будет просто Расстояние Большое И это Не послужит Ко спасению Детей Но в любви Есть строгость И поэтому Мы должны Также Писание Говорит о том Что Мы должны знать И благость Божью И его строгость Бог возлюбил Этот мир И мы знаем Что когда Он возлюбил Этот мир Он отдал Своего Сына Ради Каждого из нас И сегодня Ты сидишь На этом месте Одет в одежды Праведности А возможно И нет Возможно Ты еще никогда И не облекался В эти одежды Праведности Но я хочу Тебе сегодня Сказать Что Бог Возлюбил Этот мир Он отдал Своего Сына Он до конца Возлюбив Своих сущих Мир Явил дело Он на деле Доказывает Свою любовь К каждому У нас В жизни Но во спасении Написано В Слове Божьем Что так Возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь вечную И Бог Не желает Смерти Грешника Кто знает Что Бог Не желает Смерти Грешника Аминь Бог не желает Смерти Грешника Он не желает Твоей смерти И если ты не покаялся Я могу сказать тебе Сегодня Бог не желает Твоей смерти Он не желает Чтобы ты страдал Он не желает Чтобы ты Нес это наказание Потому что Он уже Наказание За грех Возложил На Иисуса Христа Строгость Божья Мы знаем Она явилась На Голгофе Он излил Всю ярость Весь гнев На Иисуса Христа Святой гнев Потому что Грех был На Иисусе Христе И все Негодование Было излито На Иисуса Христа Для того Чтобы ты сегодня Мог Примириться с Богом И я хочу Сказать тебе сегодня Что Дверь В небо Открыта Иисус Это дверь Дверь К Отцу Небесному Она открыта И если ты хочешь Покаяться Сегодня перед Богом Ничто не стоит Перед тобою Ничто не стоит На пути Кающегося Грешника Дьявол может Только встать На пути твоем Удерживать тебя И говорит Не слушай его Последний раз сюда пришел Больше не приходи Или там Не знаю Он может Говорить тебе все Что угодно Но я хочу тебе сказать Да Он может сидеть Одесную тебя И тебе нужно Употребить усилия Для того Чтобы встать Сегодня со своего места Может быть Первый раз Я не знаю Но выйти сегодня И покаяться перед Богом Примириться с Богом Потому что написано В Писании Что Бог во Христе Уже примирил С собой мир И тебе нужно Лишь войти В это примирение Тебе нужно Лишь сделать шаг Навстречу К Иисусу Христу Цена уже Уплачена Уже Заплачена цена За твои грехи Уже Уплотил Иисус Цену Приди Примирись с Богом Покайся перед Ним И я могу тебе сказать С точной уверенностью Я знаю Он примет тебя Он простит тебя Потому что Он любит тебя И дорога Весьма дорога Душа твоя В очах Господа Ибо не послал Бог Сына Своего В мир Чтобы судить мир Вы знаете Что Иисус сказал Я не сужу никого Он не пришел Он пришел судить Он пришел спасти И я вам Как-то Пастор Наташа Она говорила Что проповедовать Лето Господне Благоприятное И вы знаете Что Лето Господне Благоприятное С греческого языка Это слово Звучит Как дектон И это слово Означает Что это Время Чрезвычайного Благоволения Бога К человеку Это время Когда Бог Хочет явить К человеку Чрезвычайную Милость Бог Благоволит К человеку И это время До пришествия Иисуса Христа До пришествия Христа Будет время Дектон До пришествия Иисуса Христа Будет время Благоволения Бога К человеку До пришествия Иисуса Христа Будет время Чрезвычайной Милости Божьей Когда Бог Хочет явить Милость к человеку. И потом, когда закончится этот нынешний век, и закончится это время, мы знаем, что потом будет день гнева. И я могу тебе сказать, не ожидай дня гнева. Ну, будь благоразумным сегодня. Покайся перед Богом. Приди к Нему. Ну, кто может сказать, что со Христом плохо? Нет же ж таких людей. Хорошо с Ним. Знаете, ценности меняются. Вкушаешь небесного глагола и дара вечной жизни. Приятное общение. Меняется круг людей. Все по-другому происходит. И быть с Ним — это хорошо. И поэтому я призываю тебя сегодня. Мой призыв возможно к тем, кто в первый раз я могу сказать, что Бог любит вас очень сильно. Не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Всякий, кто верит в Него, не судится. А кто не верит в Иисуса, тот осужден. Потому что не поверил во имя Единородного Сына Божьего. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Если ты сегодня не хочешь, если ты, если человек, не сегодня, не ты, если человек отвергает спасение, значит, он просто любит тьму больше, нежели свет. Писание говорит о том, что ему просто нравится грех. Вот, ну нравится ему. Ну вот он, он получает удовольствие от греха. И поэтому ему не хочется идти во свет. Многие говорят, ну это же надо бросить там вот пить, курить. И я думаю, неужели ты от этого получаешь удовольствие, что тебе так, ну не хочется с этим расстаться. Неужели настолько ты так любишь вот эту тьму, в которой ты живешь, что не хочешь прийти к свету? Есть такая песня, что все живое в этом мире, оно тянется к свету. Но только есть некоторые твари, которые от света прячутся тьму. Не хотел бы я быть с ними в паре, чтобы и мне не оказаться в аду. И я вам хочу сказать, все живое тянется к свету. Бог есть свет, Бог есть любовь. Он зовет тебя сегодня, Он стучит твоему сердцу. Я буду заканчивать. И я хочу тебе сказать, если ты никогда, я скажу так, никогда не призывал имя Господа, если ты еще не принимал Иисуса Христа в свое сердце и не отдавал Ему своей жизни, если ты никогда этого не делал, сегодня я хочу пригласить тебя в это прекрасное путешествие с Иисусом Христом, чтобы быть с Ним в паре, ходить с Ним во свете, потому что Он во свете, иметь вечную жизнь и наслаждаться этой жизнью уже здесь на земле. Если ты хочешь принять Иисуса Христа в свое сердце, я приглашаю тебя поднять свою руку и прийти сюда, к сцене, и мы вместе помолимся этой молитвой покаяния. Если ты желаешь, сегодня для тебя это слово и стук в твою дверь, ты можешь поднять руку, я немножко подожду, не стесняйся, потому что все приходили здесь, это нормально, ты в Доме Божьем, здесь все были такими праведными, не были такими праведными, все были грешными людьми, и все омылись, и все оправдались кровью Христа не по делам и не по заслугам. Поэтому если ты желаешь принять Иисуса в свое сердце, приходи сегодня сюда вперед. Есть такие люди? Неужели никого нет? Спроси у соседа, ты уверен, что ты спасен? Если вдруг остановится биться сердце, ты уверен, что ты спасен? Хорошо. Я знаю, вы знаете, есть такой момент, иногда у человека Бог стучит, 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 стучит его сердце один, второй, третий раз, и знаете, а потом наступает такой момент, что хоп, и стучать перестал. И вы знаете, и ты думаешь, вот если сейчас он еще раз постучит в мое сердце, я открою дверь. И я вам хочу сказать, не упусти момент, потому что в какой-то определенный момент в твоей жизни этот стук прекратится. Если ты будешь пренебрегать благостью Божьей, которая ведет тебя к покаянию, ты унаследуешь потом гнев Божий и суть Божий. Справедливость она в аду, поэтому я советую тебе обрести милость. Сегодня время милости. Аминь. Хорошо. Если ты на этом месте, ты уже каялся перед Богом, и ты повторял молитву покаяния, но ты в своем сердце чувствуешь осуждение, и что тебе нужно покаяться, ты можешь выйти сейчас. Это уже не призыв к покаянию тех, кто никогда не каялся, это призыв тем, кто желает покаяться перед Господом в своем сердце, обновить, скажем так, свое покаяние. Вы можете выйти сюда, наперед. Слава Господу! Слава Богу, я вас рад видеть. Я вам могу сказать, что Бог не осуждает вас. Он любит вас. Это правда. Он вас любит. Всегда помните это слово облудница, которая согрешила, и было сказано, я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя, и я вас не осуждаю. Если Бог не осуждает, то кто я такой, чтобы вас судить? Я люблю вас. Он любит больше. Он любит вас намного больше. И вы знаете, Он говорит только лишь одно такое слово, иди, впредь не греши. И я скажу тебе, просто прими решение свое. Ты не можешь ходить по двум сторонам улицы одновременно. Не можешь. Если ты будешь бегать туда-сюда, ты просто в какой-то определенный момент, ты погибнешь. Прими решение прилепиться к церкви. Прими решение идти праведным путем. Прими решение, как принял блудный сын в своем сердце. Он сказал в своем сердце, он принял решение, я вернусь к Отцу. И он встал и пошел. Он не оборачивался назад, он не вспоминал сладость этих рожек, не знаю, которых ему не давали. Он не вспоминал сладость греха, как он прокутил все имение своего Отца. Он принял решение вернуться к Богу, вернуться к Отцу. И я просто вам скажу, примите решение в своем сердце. Стоять твердо на Его слове, пребывать с Ним в общении, быть в церкви. Будьте в этом тверды. Будьте тверды в своем решении. Если вы не принимали водное крещение, я могу сказать, что примите решение последовать за Иисусом Христом и принять водное крещение. Это тоже ваше решение, это от вас зависит. И поэтому будьте в этом твердыми. Аминь. Давайте вместе молиться. Дорогой Отец, Господь мой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте, за мои грехи. Ты взял всю вину мою на Себя, Ты понес всю полноту, моего наказания. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за Твою заместительную жертву, которую Ты совершил на Голгофе. Я Твое дитя. Я Твой сын. Я верю, что Мое имя записано в книге жизни. И я благодарю Тебя за это. Ты видишь Мое сердце. Я прошу Тебя, омой меня, очисти меня, освети меня, чтобы мне быть чистым пред Тобою, душою и сердцем. Я прошу Тебя, помоги мне быть посвященным, помоги мне быть твердым христианином, дай мне крепко прилепиться к Твоему Слову, к Твоей Церкви и быть преданным Тебе во всю свою жизнь. Я благодарю за то, что я прощен. Я благодарю за то, что омыт кровью Христа. Я благодарю Тебя, Иисус, за чистую совесть. Спасибо Тебе. Я спасен. Слава Тебе. Благодарю Тебя за то, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя за то, что я свободен от осуждения и я принят Своим Небесным Отцом. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты принял меня в Свои обители, как Своего Сына, как Своё Дитя. Ты облёк меня в лучшую одежду. Ты дал мне перстень на руку. Ты одел мне сандалии на ноги. Я Твое Дитя. Спасибо Тебе. Вся слава Тебе. Вся честь Тебе. Вся хвала Тебе. За Твою любовь. За Твою милость ко мне. И за то спасение, которое Ты мне подарил. Вся честь Тебе. Вся слава Тебе. И вся хвала Тебе. Во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я Вас люблю. Но Бог любит Вас намного-намного больше. Присаживайтесь. Как сказал Иисус Идию в предней греши. Есть Божья любовь. И Его благодать. И эту любовь нам умом не понять. Она превыше всего. Она восседает на престоле. И будет восседать вовек. И мы никогда не сможем разуметь Божьей любви. Но мы можем верой принять то, что Бог любит нас. И я Вам скажу, крепко держитесь Его любви. Она никогда не перестает. Аминь. Аминь.